Небольшая зеленая зона на пересечении проспекта Кирова и улицы Гоголя. Здесь нередко ждут свои очереди пациенты городской поликлиники номер 3, что находится через дорогу. Да и обычные прохожие просто присаживались на скамейке, чтобы отдохнуть в тени деревьев. К сожалению, так было раньше, несколько месяцев назад. Теперь стараниями местных жителей многоквартирного дома, под которым и находится крошечный сквер, это место превратилось в пустырь. Плитка, лестницы и парапеты густо вымазаны чем-то, похожим на мазут или отработанное машинное масло. Такими мерами местные жители борются с ночными гуляками под окнами. Здесь приходит компания пьяных людей, которые неадекватно себя несут, кричат, друг друга убивают, причем поют песни иногда, потому что каждый раз не знаешь, чего ожидать. Конечно, людей можно понять, ведь они уже давно терпят соседство шумных горожан под окнами. Местные жители пытались предпринимать культурные меры и вызывать полицию, но правоохранители не спешат приезжать, рассказали жильцы многоэтажки. Народное ополчение, которое расположилось по соседству, тоже на жалобы людей не реагирует и ночной беспредел не замечает, сетуют соседи. Тем не менее, портить городское имущество – плохая идея. Во-первых, это может грозить административной ответственностью, а во-вторых, просто некультурно, да и отработанное машинное масло вредит окружающей среде. Что такое? Облить мазутой, чтобы люди не садились и не сидели. Это же не должно быть красиво, чисто. Четыре урна стали, и там где-то во дворе их спрятали. Это общественное имущество, которое затратили на большие деньги. Отчаянное положение дел требует отчаянных мер. Однако, по всей видимости, люди даже не задумывались о том, что навредили они не только любителям шумного отдыха, городским властям и желающим отдохнуть в тени деревьев, в полуденный зной, но даже самой природе. Ведь ни одно растение не останется здоровым, когда его густо и исправно поливают продуктами нефтепереработки. Чтобы выяснить, как столичные власти решат ситуацию, мы обратились в администрацию Симферополя. Чиновники пообещали ответить в ближайшее время.